огромный привет дорогие друзья всем привет сегодня мы с роксаной решили записать ролик который ну я не знаю который очень очень актуален но для тех кто может быть первый раз попал на видео с участием роксаны или вообще первый раз попал на этот ролик хочу сказать что роксана моя подруга девушка которая 10 лет жила в испании сейчас живет часть года здесь в питере у нее несколько апарт отелей и если вы когда-нибудь захотите приехать в петербург или уже планируете вы можете посмотреть наш ролик оба порт отели роксана где мы подробно показываем марина так она очень преувеличиваю будто у меня какая-то там громадная но у тебя несколько порт отелей то есть но они небольшие если вас эта тема действительно интересует то координаты вы можете найти под вот этим роликом и под этим видео как обратиться напрямую написать себе можно позвонить по телефону и посмотреть как это выглядит в нашем видео вообще у нас много совместных видео я оставлю ссылки на них в описании но сегодня как вы уже догадались по названию по названию этого видео речь пойдет о знакомствах по интернету и мне кажется что эта тема продолжает быть актуальной хотя она началась давно мне кажется в конце 90-х двухтысячных она приняла так приняла такой вот широкий широкий размах до огромное количество наших женщин познакомилась с иностранцами уехала вообще в совершенно разные страны каких только не найти даже я хочу сказать по блогерам можно судить ведь огромное количество наших женщин которые уехала за границу вышла замуж за иностранцев стали впоследствии блогерами и вещают из невероятно совершенно стран вот сама я кстати тоже познакомилась по интернету и мой муж уже пять лет живет здесь ну вот роксана расскажи мне пожалуйста ты в чили мне рассказывала когда сейчас вернулась из чили что столкнулась с каким-то количеством вот невероятных совершенно историй которые лучше не влипать и да поэтому мы решили записать такое видео расскажи пожалуйста это касается чилийцев плотина я думаю это касается всех мужчин ну можно сказать что во первых конечно познакомиться по интернету и потом счастлива жизнь мужчиной это возможно надо быть очень осторожным в основном люди свой негативный опыт скрывают они не пишут на весь интернет они расскажут только самим близким людям но очень много женщин которые от этого пострадали и морально и материально поэтому надо быть очень осторожным например в чили мы видели что есть такие мужчины но они есть среди любых национальностей я думаю в любой стране которые так просто они развлекаются и обещают девушке в три короба она бросает работу полностью меняет свою жизнь приезжать в чужую страну влюбляется строит иллюзии и фантазии и вот приезжать в другую страну ну просто там какое-то время с ней живет даже если как бы он оказался там не обманул ее оказался того роста что он обещал у него оказалось то количество детей или там они не появились раньше у зову сказать просто что него там пара детей или тройка а то и 5 да 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 что там может женат и так далее даже если все они могут просто развлекаться так а потом скажу что завели помидоры самуриола флор как они говорят ну и все извини до свидос вот таких случаев очень много потому что мужчины развлекаются по-разному у женщин наши тоже развлекается все все развиваются смотри раньше были агентства насколько я знаю они сейчас есть марина да то я думала что сейчас уже просто заходишь в интернет все научились им пользоваться регистрируешься да и сама уже там как-то фильтруешь этих женихов они тоже фильтруют невест но ты считаешь что по-прежнему но действуйте есть они есть они работают просто для мужчин они платные но в основном да да основном да ну вот здесь еще тоже можно столкнуться с тем что многие рассматривают эти агентства как возможность провести секс-тур в той же россии да ну да на украине наверняка ну то есть я думаю что на постсоветском пространстве да вот расскажи это вообще как существует но существует мужчина которые приезжают и ездят по разным городам но также они могут быть знакомиться женщины не через агентство они могут знакомиться любым способом и просто женщина может не знать что у него там одна москве вторая в петербурге 3 там в каком саратове или там пятигорске и он просто так путешествует уходит одним ударом со многими познакомиться принципе в этом конечно ничего криминального нет у него он для него то криминального нет а для женщины которая влюбляется которая там нафантазировала план не все такие но это существует мы видели это все на практике потому что у нас еще есть агентство путешествий и там были такие мужчины которые просит им там устроить например отель там в одном городе билет на поезд другой город и у него везде был какие-то женщины знакомые встречи да как вот это вот можно распознать узнать как ты считаешь мне кажется при тесном общении можно во первых насторожиться если мужчина едет другие города и понятно что едет не только к вам и если например он говорит что ездит в какой-нибудь город киров там или саранск и едет как турист посетить местный мясокомбинат это как бы реальный случай а скорее всего да это недавно была с одной девушкой с одним испанцем до нее заплатил что едет на какой-то мясокомбинат город киров а потом у нас вконтакте там совершенно другую девушку вот именно поэтому очень важно учить язык заранее не 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 общаться на языке так сказать жестов и любви а именно вникать в тонкости языка да потому что все таки но я понимаю что невозможно там выучить тонкости языка и все равно можно как-то обмануть да но все таки эти шансы быть обмануты и уменьшаются да и конечно учить язык смотреть видео про эту страну читать общаться с женщинами очень важно общаться с русскими женщинами которые уже там живут они знают уже психологию и типы мужчин и национальные особенности типы мужчин в каждом обществе есть свои определенные типы людей которые в россии например одни за границей совершенно другие и но они все равно все повторяются типичные и поэтому как можно больше информации более с ними общаться спасибо кстати ютубу который теперь дает эту возможность пример вот случай с этой девушкой она мне просила пообщаться с этим вот испанцем который с ней к ней добивался сады и всего обещал я с ним пообщалась по чату фейсбука при первом же разговоре я поняла что это человек плохой что он проблемы что он женщин русских не уважает у них презирает и вообще всех женщин презирает со всеми с высоко общается пытается унизить типа ты не знаешь там ты физкультурная ну я это все сказала она не поверила он приехал в город и все это как бы потратила даже деньги там она гостеприимная познакомила своими детьми с ней как бы обращался очень по-хамски и она просто по испански не говорит нет она не говорит ей трудно выучить но не все очень способны знаешь что поэтому надо быть очень внимательно она хорошая женщина как бы но ищет любовь ну как бы мне кажется что сейчас вообще вот по сравнению скажем так с двухтысячными может сдвину с концом девяностых немного изменила ситуация именно среди наших женщин дело в том что появилось огромное количество прослойка такая женщин у которых достаточно много денег да хорошая работа машина хорошая работа да а некоторые даже хозяйки фирм имеют денег ну намного в сто раз больше чем эти потенциальные женихи но не хватает любви потому что у нас не хватает мужчин да да и и поэтому как бы они не могут реализоваться даже часто в семейных отношениях и они начинают искать вот этих вот иностранцев потому что есть интрига а вдруг он там какой-то особенный даже не деньги от него нужны да потому что в конце девяностых там начале двухтысячных многие хотели уехать от вот бедной жизни такие тоже есть такие шансы тоже есть если что но появилось много вот и таких и вот они на самом деле влюбляются они действительно готовы чем-то и пожертвовать и и и и вот очень обидно потом когда разрушаются все эти люди и фантазии все и это такая драма это такая трагедия это такой стресс потом годами невозможно это забрать очередной удар по вот самооценки то есть тоже сразу старайтесь все-таки включать в себя взрослого человека голову надо включать да да и не чувствовать себя такими дочечками которые неожиданно встретили там своего папочку ну да вот и еще как бы знаешь мы еще тоже вот с тобой как-то обсуждали что есть еще сейчас такая прослойка вернее моды да это не только характерно для там наших женщин да но и в европе англичанки немки там это поездки во все там египты турции знакомство с молодыми красивыми мачо ныряющий комендаза за и инструкторами по дайвингу аниматор вот и вот и я в принципе сталкивалась с тем что вот несколько женщин у меня есть таких знакомых которые да 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 они привозили этих там египтян тут сейчас у нас по-моему египет закрыт турция ну да слава богу что сейчас это в интернете я видела сейчас вроде пытались открытие в турцию туры но сейчас опять какой-то там сейчас опять же раризм и переворотом опять стреляют я вообще не знаю эти сумасшедшие марина решают за ехать туда это кстати не патриотично это на врожденное государство избили нашего летчика но они кстати их арестовали этих летчиков потому что оказалось что они участвовали тоже в этом заговоре с эрдоган ну там в общем короче говоря не разберешься даже весь интернет сейчас заботился мемами этими картинками наташа я скучаю и мачо такой изображен загорел но мне кажется что сейчас вообще вот вот этот поток огромный который хлынул беженцев и многих вот приезжих с ними просто мне кажется опасно даже связываться в том смысле что он сначала может быть хорошо потом возьмет топор и порубает не на участвовать но это все-таки рима их это псих какой-то был психопатом можно сказать у всех вот всех этих мухаммедов закончились деньги потому что курсы наши много не ездили они с большим интересным огромное количество женщин которые вышли замуж за турков кстати блогеры и хорошо жгут нормально ну кто же проверит на самом деле что есть я говорю ладно женщина понятно мы рада за них кто-то я думаю что кто-то нормально потому что я думаю у турков и у всех национальностей абсолютно которые и и влюбляются я говорила сфина относятся к себе я говорю шанс этих пряжных аниматоров всяких данных мы говорим ввиду их мы не имеем на 2 хорошие города хороших мужей это абсолютно мы говорим про этих которые хотят использовать женщин да будьте осторожны ну я говорю что еще касается психопатов я думаю что на самом деле очень многие люди с неустойчивой психикой типа не понятые своими женщинами да да начинают искать иностранных дурочку да ну дурочку да и вообще как бы чтобы самоутвердиться и повысить свою самооценку по разным причинам что может они начинают выдавать вот психопатические реакции и унижают и избивают и вообще каких только случаев не наслушаешь да я хочу сказать совет всем женщинам кто знакомится по интернету нас есть два типа знакомства ли мужчин мужчины которые специально ищут русскую женщину и мужчины которыми можно познакомиться случайно например на сайте где учат языки или вы в качестве туристки в этой стране то есть он не искал никакую русскую женщину просто познакомились понравились друг другу или начался интересный разговор который перерос нечто большее с таким мужчинами общаться можно а вот кто ищет специальную русскую женщину например в чили русские женщины говорят эти диагноз это значит человека отвергнут своими женщинами своей страны или действительно психопат ищет дурочку него какие-то очень серьезные проблемы с этими мужчинами сразу народ говорила хочет повысить выставку и даже того что ну да это это как бы случай чили вот например или латинских стран там население в основном имеет очень много индийской крови и белых женщин блондинок или просто с белой кожи там без индийских черт лица их там очень мало и они относятся к высшему классу социальному там классового общества то есть низший средний и высший класс и обычному чилицу там или какому-то латинусу такая женщина недоступна поэтому чтобы повысить социальный статус некоторые так сказать новые богатые но его стрикос они начинают некоторые не все конечно начинают смотреть все эти странички по интернету искать себе жену-блондинку чтобы повысить статус как в качестве престижного аксессуара mercedes уже куплен дом с бассейном есть теперь надо как бы очередной престижный предмет друзьям показать похвастаться что все позавидовали и вот часто русская женщина интересует не как человека именно так вот престижный аксессуар поэтому но это вот в некоторых странах это не во всех потому что я забрала немец ему там все такие блондинки я мы говорим например про латинскую америку поэтому всегда надо понимать почему мужчина специально ищет русскую женщину задавать этот вопрос слушать ответы а лучше с такими мужчинами вообще быть очень осторожными не связываться что прям в том же чили и вообще латинской америки в марина была женщин полно женщины не феминистки то есть такого по статистике в чили хотя кажется что страна мужская но по статистике женщин больше женщины у них меньше экономическая как сказать вот почему не зарабатывают меньше поэтому они заинтересованы мужчинах нет такого что вот женщина много зарабатывает и никто не нужен нет женщина вообще во всем мире она дискриминированная зарабатывает меньше и получает худшие работы за меньшие деньги но это все знают в россии тоже такой есть может быть такого нет там только самых странах типа норвегия швеция там самых таких-то обвинутых где даже пример еще можно не работать ездят пособия квартиру там и она может спокойно жить и никакой мужчины и не нужен не спонсор что поэтому вот не надо говорить что там нет женщин там их много если кто-то специально ищет русскую значит у человека какие-то проблемы или там тайные замыслы особенно если через агентство еще платят деньги там какие-нибудь две-три тысячи евро приезжают тут встречается но опять же агентство эти продают идею что наши женщины что они продают здесь что здесь вообще нет мужчин что наша женщина на все готовы что любой страшила для них будет принцем да да я не буду все мужчины алкоголик да все алкоголики это они и кстати миф что они бьют наших женщин значит это то что продают их телевизия и что мы мечтаем за них да да самого страшного за самого страшного на самом деле не право это не правда абсолютно но они рассказывают своим жителям то что они хотят услышать понимаете что это правда никто не любит в общем дорогие зрительницы которые только помышляют или уже и поимели первый опыт негативный вы не отчаиваетесь да и ракула возможно все равно все равно никогда не ведитесь и не вот на то что что вот такие мужчины могут понизить вашу самооценку могут раздавить ваши чувства могут вот нанести такую травму психологическую будьте к этому все-таки ну как бы морозом устойчивы будьте готовы к этому я понимаю что сказать легко пережить трудно но все-таки все-таки если изначально включать голову разум и прислушиваться все-таки к опыту хотя тоже бывает знаешь из каждого правила исключения да все-таки старайтесь проверять да старайтесь общайтесь много по скайпу много времени не с общениями по скайпу старайтесь познакомиться даже уже по скайпу с семьей посмотреть дом там друзей как бы более человеком чтобы было более честное общение и вот кстати вот когда человек в тебе заинтересован да даже если вы будете не очень хорошо говорить он будет терпеливо на языке на на этом на испанском на английском он будет терпеливо это выносить вы увидите что он уже так посматривает на часы ерзает там типа мне надо срочно сбегать в аптеку или еще что-нибудь он уже как бы дает вам сигналы что он не будет терпеть ничего от данной реакции по договоре а смогли эти глаза да вот это очень и конечно лучше если мужчина сам приедет и приедет не на три дня да а как бы с ним нормально пообщаться можно будет естественно вот кстати важный момент что насчет интимы везда с этим не надо абсолютно торопиться вас просто не будут уважать это будет женщина легкого поведения если вы быстро ему уступить и ваша цена сразу упадет это так и в россии во всем мире не надо слушать эти сказки что сейчас у нас свободный секс все такое ничего подобного например латинской америке совершенно четко что если женщина себя не ценит и мужчина не ценит у вас марина если человек вас любит он даст вам время к нему привыкнуть он не будет вас там трогать хватать там лапать говорить о сексе появляться в голом виде перед вами там реальный случай но не в голом там чек из души в трусах вышел я думаю что на самом деле все случаи конечно разные уникальные бывает иногда и по долгу и потом не ценят бывает до сразу и цене но когда сразу больше вероятно ну да да но все равно просто не хотите если вы испытываете какие-то особые чувства строить какие-то серьезные планы то вы должны понимать что если вы не готовы еще к этому сами да вот там в первый момент что называется пойти на такую близость то и не идите и надо то есть надо слышать себя и не нужно подделаться под этого персонажа который еще неизвестно до чем вам за и поделаться не надо я читаю много психологической литературой на тем отношений и многие психологи говорят что мужчины многие вообще так проверяют женщину вот как бы она поддастся не поддастся поддастся ну как бы понятно дешевка не поддастся вот не можно строить серьезные отношения да есть такие проверять в общем чего только нет на этом свете есть правила есть исключения и очень часто все что происходит нашей жизни происходит по принципу пальцем в небо то есть ты строишь планы думаю что это все классно и потом тебя этот человек подводит и все получается совсем не так как ты думал на самом деле если анализировать такой опыт ты понимаешь что ты сама совершила ошибку и потом видишь ее но это розовых очках пребываем и очень много в жизни не замечу да я сам не но это было потому что особенно когда женщина влюблена мы все объясняем как бы то это показалось это не то нет он хороший все равно там на он это сделал поэтому или да у несчастники очень короче говоря женщина должна быть железным по большому счету надо себя ценить то есть мягкой скромности конечно очень русские женщины они замечательные они ображали не к сожалению очень часто нам бывает больно если мы начинаем быть такими мягкими добрыми нежными да она лучше развивленными и могу сказать что русская женщина она образована у нее сильный характер она очень красиво по мировым меркам она это может сказать элитная женщина согласно марина поэтому надо наши себе очень низко ценят потому что у нас мужиков мало а женщин много за границы не так надо себя действительно очень сильно ценить это точно ну ладно я думаю что мы закончим уже это наше видео напишите в каких ситуациях вы побывали может быть ваши знакомые потому что я думаю что комментарии под этим видео будет полезно прочитать тем кто еще задумывается в этом или кто пока не задумывается но потом когда-нибудь задуматься потому что жизнь оставит такие условия что сегодня мы говорим нет завтра говорим да принимаем разные решения в зависимости от ситуации и увидимся совсем скоро в следующем видео в том числе и с роксаной пока она здесь мы с ней будем записывать разные ролики на разные темы да очень всем удачи в интернет знакомствах это возможно просто надо быть осторожны давай ну все пока 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 удачи всем